Пришло время поговорить о полезных встроенных плагинах в DV Patch Builder. Меня зовут Федор Васильев и в этом видео информация, как использовать аудио на сайте и видео с YouTube, а также возможность загрузить видеофайл непосредственно прямо на WordPress. Аудио же файл мы загружаем прямо на WordPress. Сейчас перед вами есть аудиофайл 1, где вы можете за аудиофайл наложить название. Рядом поместить, например, автора, исполнителя музыкального файла. У нас все проигрывает. Можно перематывать, выключать звук, управлять громкостью звука. С видеофайлом здесь все понятно. У нас видео проигрывает с YouTube, можно открыть на весь экран. И все это у нас абсолютно адаптивный дизайн. То есть смотрите на мобильных устройствах, в разных разворотах, смотрится все нормально, никуда за края не улазит, и видео, и аудиофайл работают хорошо. Чтобы посмотреть плагины, перейдем на страницу. Я перейду в пример страницы. Использую DV. Страница открывается в режиме редактирования. Нажимаю по серому плюсику, чтобы посмотреть плагины. В всплывающем окне в самом верху у меня находится аудиофайл. Давайте сразу по нему кликнем. Здесь все просто. Нажимается название. Вот то, что здесь написано большими буквами. Дальше имя исполнителя. То, что буквами ниже, мельче. Ну и альбом здесь тоже. Можете что-то написать. Это через трубу прописывается здесь название. Также здесь доступны динамические теги. Дальше с аудио. Здесь нужно загрузить аудиофайл к нам на сайт. Нажимаем загрузить. Нажимаем загрузить с компьютера. Я уже загрузил. Вот у меня в библиотеке файл. Я его выбираю. То есть поддерживаются mp3 файлы. Загрузить аудиофайл. Вот он у нас уже здесь появляется. То есть появляется дорожка. Даже здесь в режиме редактирования работает проигрывание. Как я и говорил, мобильность здесь хороша. То есть все смотрится нормально на мобильном устройстве. Если нужно изображение. То есть это может быть рядом картинка. Вот здесь вот видите, рядом с аудиофайлом. Таким образом можно даже создать на DV небольшой музыкальный сайт. Ссылка. Если вешаете ссылку, то ссылкой будет являться и изображение, и вся задняя плашка. То есть как вот здесь у меня на сайте примере. Вот я навожу мышкой. Видите, я могу кликнуть и меня перебрасывает на страницу, которую я указал. И эта задняя плашка тоже является ссылкой. Далее настройки фона. Здесь просто можете менять цвет фона за плеером. Или даже назначить какой-то градиент. Ну и дальше я уже не рассказываю. Здесь есть настройки дизайна. Эти опции мы все проходили. Они идентичны, как у других плагинов. Вообще в принципе в DV. Я их здесь не рассматриваю. В принципе вот вся информация об аудиофайле. Думаю здесь все понятно. Так разберетесь. И так как урок получается короткий. Поэтому я расскажу и о видеоплагине. То есть смотрите, мы просто по плюсику можем прямо здесь добавить. Видите, вот он, видеофайл. Здесь вы можете загрузить mpeg4 файл, судя из подсказки. Если загружаете файл непосредственно на сайт WordPress, то надо будет видео в формате webm. Это необходимо сделать, чтобы на всех браузерах у нас видеофайл открывался хорошо. Но что делать, если нам нужно все-таки вставить видео с YouTube? То есть самый такой популярный, распространенный способ. Тогда мы нажимаем все равно на этот плюсик видео. Но только нажимаем на ссылку «Вставить ссылку». И вставляем прямую ссылку на видеофайл с YouTube. На любой видеоролик. Вставить. И у нас ролик приспокойненько здесь размещается. Причем он тоже имеет адаптивный дизайн. Здесь никаких проблем нет. Вы это сами видите. Ну и здесь все нормально. То есть play работает. На весь экран можно делать. Вот такой вот получился небольшой урок. Надеюсь, он для вас был полезен. Если вас плагин DVPatchBuilder заинтересовал, вы сможете приобрести его по ссылке в описании к этому видео. Покупай DV, таким образом вы поддерживаете меня. На этом здесь все. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...